На Луне есть вода, подтверждает НАСА. Его совместный с Германией проект Стратосферная обсерватория Софии, созданная на базе самолета Boeing 747, установил, что молекулы воды находятся в кратере Клавиос. Несмотря на то, что концентрация воды там очень мала, менее полулитра на квадратный метр, ее достаточно для проведения многих технологических процессов на поверхности Луны. Первые залежи воды в виде льда были определены еще 10 лет назад на северном и южном полюсах спутников. В глубоких и тенистых кратерах. Но открытие ученых НАСА примечательно тем, что вода была впервые найдена на солнечной стороне Луны, ее экваториальной части. К тому же, ее оказалось в два раза больше, чем предполагалось. Все это повышает удобство посадки космических аппаратов и дальнейших действий для производства топлива и других технологических процессов. Значит, миссия, здесь самая важная, наверное, сейчас программа, это американская программа «Артемис», называется, которая в 2022 году полетят спутники и зонды для исследования уже конкретных мест посадков и конкретных мест выбора для анализа полезных ископаемых, и в частности полезных ископаемых для этой воды, для технологических нужд. Напомним, что ранее японское агентство аэрокосмических исследований JAXA заявило, что намерено к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Это легко делается в условиях Земли и, естественно, легко делается за счет гидролиза и разных процессов на поверхности Луны. Это пока, так сказать, не отработанная технологическая схема, но принципиально никаких трудностей нет. Лишь бы была вода и была источник энергии. А источник энергии – это солнце и солнечные панели на поверхности Луны. Проблемы нет в этой части. Диана Желенкова, Универньюс.